МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все ветки после кронирования деревьев с Механошина-12 вывезли. И четырех месяцев не прошло, как мы снова во дворе 94-го дома по Комсомольскому проспекту. А картина все та же. После неоднократных раскопок коммунальщики решили, что хватит чинить старые трубы, будем прокладывать новые. И все неплохо начиналось. Но вдруг неожиданно то ли трубы закончились, то ли деньги. И работы на объекте прекратились. И вот уже на протяжении двух месяцев местные жители наблюдают из своих окон такую картину. Старые трубы по-прежнему лопаются и парят. От новых толку пока нет. А пустую траншею периодически затапливают водой. И когда эта коммунальная эпопея наконец закончится, жильцам никто вразумительно сказать не может. Мало того, что у нас некоторые товарищи тащат с городских улиц все, что плохо лежит, еще и то, что хорошо вкопано умудряются. Сразу с нескольких лестничных пролетов на улице Восстания пропали перила. Видимо, кому-то очень сильно захотелось сдать металлолом, а кроме них под рукой ничего не оказалось. Концы у этой истории теперь вряд ли можно отыскать. А вот конструкции все равно придется восстанавливать. Подъем довольно-таки крутой. Маленьким детям и пожилым людям без перил с ним сложно будет справляться. Тем более, когда наступит зима и выпадет снег. Во время сегодняшнего дежурства никаких особо интересных встреч у нас не случилось. Зато мы прекрасно помним, как именно в этот день, 9 ноября 2016-го, то есть ровно два года назад, на улице Дружбы мы заметили то, мимо чего проехать не смогли. Сначала мы думали, что нам показалось. А нет, действительно, в сквере на улице Дружбы сегодня выгуливали лисенка. Как рассказала нам хозяйка, это девочка. И зовут ее Ива. Ну а забрали они лисенка из питомника Кировской меховой фабрики, где лис разводят для пошива шуб. Кстати, заметили, что снега тогда в Перми было уже по колено. Самая настоящая зима. Так что нынче погода более-менее нормальная. Но все равно. Потеплее одевайтесь, не расстраивайтесь по пустякам. В общем, берегите себя. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова